Не получилась атака, да, если ты там не дотянулся, не достал слишком быстро, сократил дистанцию, да, может быть имеет смысл и помучать в клинче, тем более если ты сильнее физически, а там не сильнее. Но может быть каким-то экспромтом получилось, да, 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 нет, конечно, разумеется, это не главная задача клинчевать и бороться. Я вижу, что Сарсенбаев работает первым номером, значит, ты должен подходить и бить, но это надо делать, это нужно делать правильно, не пропуская встречные удары. Для этого, ну, я думаю, подсказали, как-то нужно будет голову убирать. Мне сейчас не нравится какая-то суматошность в действиях Сарсенбаева появилась. Немножко он все-таки, ну, мне кажется, такой тоже боксер такой, не то чтобы однолинейный, но вот он атакует, да, как-то с недостаточным арсеналом, может быть. Ну, не совсем работает эта вот тактика его в последнее время. Дело в том, что еще тут есть одна, ну, не положительная черта, он кроме двух ударов, почему больше не наносит? Ну, понимаете, мне было неудобно говорить это. Вот, вам как трехкатом и сестра. И если было бы продолжение 3-4, вот после двух остальные выложили бы в цель. Но это не отработано, этого нету. Ну, я думаю, что Кубинец уже, в общем, понял его. Сумеет ли справиться, это другой вопрос. Потому что, ой, сильный какой удар нанес Лара Сантаев. Мне понравилась реакция Сасыгбаева, никакой. Ну да, просто Сантаев бьет на встречу, вот и все. А почему бьет и попадает? Да потому что противник на Сантаев, на кубинского боксера, идет прямолинейно. Вот стоит прямо перед ним, как из-за воронения, как столб. И, конечно, когда ты будешь стоять прямо, ты будешь пропускать. Ты должен убирать голову. Я сколько раз тебе, вот сколько раз я говорю боксеру, когда вы наносите утары. И соперник не упал, значит, ждите ответ. Попадает Сантаев. Ну, в встречу стоять, стоять, чем мешать, сделай Чепасов. И разрыв в очках уже такой, что, я думаю, не отыграть Сасыгбаеву за четвертый раунд. Ну, так, помучал побороться с кубинцами, судя по конечному результату. Но, все равно, очень хороший бой. Смотрите, зрителям он нравится, зрители довольны. Но, я так вздыхаю, потому что у меня, все-таки, где-то в первом, втором раунде была надежда, что, а вдруг, а вдруг Сасыгбаев выведет свою команду вперед. Знаете, я очень люблю, когда мои плохие прогнозы не сбываются. Ну, вы знаете, с Арсеналом два удара в средней дистанции, что у меня это очень маловероятно. Но можно выиграть, конечно, попасть, там, я не знаю, сбить Тихани или там послать соперникам нокдаун. Но в таком плотном, тяжелом поединке, четыре раунда, имея в Арсенале два удара, атакующих два удара, ну... Там, по-моему, бьют по щекам. Уже, да? Да, уже. У нас команда Сагара была, наверное, Александр? Да, нет, он просто дал пощечину. Школа Сагара? Кто бы мне дал пощечину, я бы посмотрел. Ну, что делать? Нужно, нужно, извините, вооружение, вот, жевать соперника. Да, ну... Жевать, топтать, иначе... Зубы недостаточно острые. Ну, не давай дышать, нужно постоянно, ты гадерем, бить. Очень сильный удар провел Лара Сантае сейчас. Ноль эмоций. Да, нет, ну, боец настоящий, настоящий боец, конечно, на серс-сидбайе. Вы знаете, все-таки я очень как-то, не знаю, может быть, цель оправдывает, средство. Но когда человека унижают перед всем миром, как-то не вызывает это у меня одобрение. Ну, когда вот так вот дал, отвесил пощечину своему боксеру, вот так вот, который, кстати, делает все, что может. Да нет, Александр, ну, нет, 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 ну, тут, понимаете, пощечина, в углу, это не знак оскорбления. Вы видели выражение лица у этого, не оскорблявшего. Когда боксер приходит в угол, а вы знаете, он там, он там в бою. И вот есть перерыв, но он в бою. И когда ему говорят частенько по себе, я знаю, он не воспринимает то, что ему говорят. Или от пропущенного удара, или от усталости, или от напряжения. И всегда, и очень часто боксеры дают пощечину. Никаким образом не пытаются как-то ущемить его самолюбие. Это тактический прием. Я прекрасно это знаю, но это был не тот случай. Как все время у кубинцев этого. Нет, поверьте мне, никто не собирается унижать мне достоинства. Ни сагара, ни секунданта. Это просто, это отвлечение от того, что у тебя в голове. Слушай сюда и почувствуй. Я много раз слышал, я много раз видел. И никто из боксеров никогда никаких претензий, никому не говорил. Но у нас оканчивается бой, и на этот раз, конечно, победу одерживает кубинец. По-моему, Сарсикбаев устал больше, чем Лара Сантае. А потому что у него больше лишних движений. Да, бросался. Борьба. Да, да, да. Бросался и наседался им. Кстати, ну нельзя на вот этот левый прямой кубинца. А это левым левша. Напомню, наседать с такой регулярностью. Да, оба у нас. Да, оба левши. Ну вот, я тут не обращаю внимания. Почему? Потому что это как само собой. Так обычно здесь. Ну, да. Удивительно, когда правшая у тебя. Да, когда двое правшие. Вот что удивительно. Ну что, 39-22. Кубинец победил. И, ну, мне кажется, что, в общем-то, хотя счет только 4-3 в пользу сборной Кубы, мне все-таки кажется, что, да, видеть, смотрите. Победил Эрислан Дилара Сантае. 4-3 в пользу Кубы. Победил Эрислан Дилара Сантае.